— Хотел бы задать вам пару конкретных вопросов по поводу НАТО. Если НАТО включит в себя либо Украину, либо Грузию в свои члены, как вы прореагируете? — Ситуация в НАТО складывается следующим образом. Я прекрасно знаю, как работают механизмы принятия решений. Конечно, там консенсусом всё принимается, но до принятия консенсусных решений на площадке организации Североатлантического договора с членами, отдельными членами НАТО, можно ведь работать на двусторонней основе. Что и было сделано с Польшей, что и было сделано с Румынией, где размещаются сейчас элементы стратегической противоракетной обороны США. Для нас это представляет прямую угрозу, угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно. — Второй вопрос. Проводятся два крупнейших учения НАТО — «Анаконда» и «Транда Джанкшн». Вы, президент Трамп, обсуждали эти учения? — И, например, с лиром Северной Кореи он говорил о том, что он прекратит участвовать в военных играх. Говорил ли он вам о том, что США не будет участвовать в этих двух учениях НАТО? — Нет, мы это не обсуждали. Хотя, конечно, это нас беспокоит, ведь сейчас инфраструктура НАТО расширяется, увеличено количество военнослужащих НАТОвских в тех районах, в которых их быть не должно на 10 тысяч человек, не должно быть их там было бы в соответствии с основополагающим документом, выстраивающим отношения между Российской Федерацией и НАТО. Это, конечно, дестабилизирующий фактор, мы его должны учитывать в наших отношениях, но сегодня мы с президентом Трампом об этом не говорили. Продолжение следует...